Друзья, знаете, я решил пойти, попробовать сделать этот эксперимент. У нас есть новый человек, который, пожалуй, знал одной медалью. Игорь, скажи, ты как вообще закончил? С какой медалью? Я, по-моему, не самый стерементный все-таки, да? Не смогли все-таки нормально. Друзья, что я хотел сделать? Я хотел сделать небольшой эксперимент. И сейчас все-таки я предвести, кто из выпускников 2011 года самый умный. Да? Ну, помимо тебя. Поэтому, смотрите, я сейчас буду поочередно задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. И кто будет правильно отвечать, кто будет самым умным. Договорились? Друзья, Игорь, ты готов? Молодец, Артур готов. Я говорю, Артур, давайте начнем с тебя. Ну, давай так, простой вопрос. Химическая формула полипропилена. С5H5H5, С5OH. Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Но просто Артур так убедительно сказал, что он, может быть, начал сам ехать. Нет, это неправильный ответ. Так, Игорь, тебе вопрос. Столица России. 1-0, дорогие друзья, Игорь, перейти. 1-0. Артур, соберись. Соберись, Артур, пожалуйста. Нет, ну, как бы золотая медаль. Давай так, основатель зен-буддизма. Основатель зен-буддизма. Это неправильный ответ. Это совсем правильный ответ. Пока еще 1-0. Игорь, перейти. Игорь, тебе вопрос номер 2. Столица России. 2-0, друзья мои. 2-0. Артур, пожалуйста, соберись. Сейчас никто не подсказывает, особенно учителя. Особенно если не сдали учителя из истории. Давай так. В каком году состоялось летовое побоище, Артур? 1242. 1242. Это абсолютно правильный ответ, дорогие друзья. Давайте поблагодарим Артуру. Игорь, у тебя сейчас будет вопрос посложнее. Какое побоище состоялось в 1242 году? Какое? Кто? Дорогие друзья, 3 очи. 3 очи. Игорь, говорите, абсолютно правильный ответ. Ну что, давайте сделать так. У меня есть вопрос. Ну, как бы Артура. Тебе, может быть, сложилось впечатление, что мы тебе там-то немножко... Все честно, да. Мне тоже кажется, что... Просто мы... Давай начнем, наверное, иногда с Игоря, чтобы было справедливый Игорь. Тебе нужно вспомнить любую русскую пословицу, в которой есть слова «работа, волк, лес убежит». Любая русская пословица, в которой есть слова «работа, волк, лес убежит». Боже мой. Это неправильно. Это иерсенорище. Подумай. Итак, вспомни, любая русская пословица. Работа, не волк, лес убежит. 4-1, дорогие друзья. Друзья, 4-1. Артур, тебе нужно вспомнить любую русскую пословицу, в которой есть слова «пролепипед, седло, велосипед, ура, ураган». Пролепипед и седло, ураган и неураган. Есть такая пословица? Да. Все говорят «на 4-2», впереди Игорь. Что же делать, друзья? Артур, у тебя есть один шанс только вырваться вперед. Давайте сделать так. Компус на музыкальную эрудицию. Компус, ну, по словам Игоря, к чему я плачу, слово эрудиция уже здесь, как мы немножко застряли. Ну, как тебе сказать, Игорь? Короче, очень просто. Сейчас каждому из вас будет нано небольшое музыкальное задание. Наш диджаке поставит какой-то музыкальный отрывок, это известная музыка. Вангер-пто не будет услышать эту музыку и сделать несколько танцевальных движений, которые обычно делаются под эту музыку. То есть вспомнить, какие движения под эту музыку делаются и сделать их, да? Договорились. Игорь, давай, наверное, начнем с тебя. Артур, давай, с того, кто отойдет, не будет мешать Игору. Дорогие друзья, первый музыкальный отрывок для Игоря. Смотрим внимательно, Игорь, снувшую музыку и вспоминать танцевальные движения. Поехали. Буквально несколько движений. Итак. Итак, смотрим внимательно. Ну, по-моему, это правильное движение, по-моему, это правильное движение, поэтому неплохо. Артур, ну, давай, наверное, тебе, следующее музыкальное задание, Игорь, отходим в сторону и следующее музыкальное задание для Артуры. Как музыку? Поехали. Покажите Артур аплодисменту, друзья. Это не так-то просто, оказалось, в такой ситуации, чтобы не порадовать всех и не раздеваться. Ну что, дорогие друзья, давайте по-большему аплодисменту вам победить. Я не знаю, насколько вам все это понравилось. Итак, давайте так, самый умный. Если вы считаете, что вам в окурсе победил Игорь, ваши аплодисменты Игорю. Да, мне тоже понравилось. Ну и, конечно, если вы считаете, что все-таки единственной золотой медалист в выпуске 2011 года, Артур Павлович, ваши аплодисменты, друзья.